Ирина – сотрудник магазина около авторынка. Чтобы добраться до работы, женщине приходится отдавать круглую сумму за такси. Более того, часто водители и вовсе отказываются брать заявку в этом районе. А всему виной леер, который закрыл поворот на авторынок. Теперь ближайшая точка для разворота почти в пяти километрах от прежнего места, и клиентов в магазине стало меньше. Покупателям очень сложно. Все люди приезжают, и отзывы, конечно, нелестные. То есть тяжело добраться лишний раз, не хочется к нам сюда добираться. На работу добираемся мы очень тяжело. Объездная дорога не предусмотрена, то есть нет никаких прерывистых линий ближайших. Строительство подобных ограждений на краевых трассах началось еще в начале 2010-х годов. Практически вся дорога до Владивостока давно оборудована леерами. Водители привыкли, а ограничитель в районе авторынка относительно новый и пока вызывает недовольство. Да вообще неудобно. Нет вообще слова. Не только что я это все могу подтверждать, и каждый второй это все скажет. Это большой проблем для автомобильного рынка. Положительные моменты тоже есть. Во-первых, место пешеходного перехода теперь оборудовано знаками и разметкой. Во-вторых, исключена возможность внезапных столкновений машин из-за несоблюдения дистанции и скоростного режима. В районе 671-го километра автомобильной дороги федерального значения установка леерного ограждения позволила снизить аварийность на 60%, что положительно сказалось на обеспечении безопасности движения транспорта. До установки леерного ограждения зарегистрировано 5 учетных ДТП, в котором 10 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб. Еще одна болевая точка в округе – объездной путь федеральной трассы А370 в районе Глуховки. Сотрудники госавтоинспекции добиваются, чтобы и там появился металлический разделитель. Очень часто на этой дороге происходят аварии со смертельным исходом. И возведение леера полицейские считают единственной действенной мерой. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.